Саш, ты представляешь, ко мне сейчас пришел курьер с фиолетовыми ресницами, это вообще какой-то шок. Да какой шок, фиолетовые ресницы, смотри, что этот курьер исполняет. Это же он! Это же он! Посмотреть надо? Давай! Стой, стой, коль желаешь расскажу, коль желаешь расскажу, коль желаешь... Ну что ж, Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуй, самый первый часто задаваемый вопрос, который под вашими видео в соцсетях я вижу, это то, действительно ли вы работаете курьером. Да, я работаю курьером с декабря месяца того года. Ну а почему решили пойти курьером работать? Потому что курьер дает много-много возможностей, плюс здоровый образ жизни. Похудел на 15 килограмм. А до этого сколько весили? 65, сейчас в полтиннике. Как относятся к вашей деятельности, ваше руководство? Ну пока по шапке не дали, вроде нормально. Но они в курсе, да, чем занимаетесь? Конечно, но они же видят периодически. Вы танцуете, когда заказов нет или когда вот вы уже несете? Часто задаваемый вопрос, конечно, когда заказов нет. Потому что во время заказа 30 килограмм не очень тяжко. Я же проверял, не надо. Были ли среди тех, кого вы доставляете, скажем так, продукты, заказы, те, кто вас узнает? Да, бывают такие ситуации. Улыбаются часто. Ну, с вами может фотографируются. И фотографируются часто, улыбаются часто. У вас есть танцевальное образование? Да, я учился в училище хореографическом. Не закончил его. Я танцевал в ансамбле «Надежда» и много в других еще коллективах города «Оранж». Ну, а вы доучились? Нет, я не доучился, потому что я закончил в итоге коммерцию торговли по отраслям и экономику управления предприятий в торговле РКТУ. Почему не пошли по пути танцора, прям вот профессионально? Потому что по возрасту мне 38 лет, в это время уже пенсионеры мы. Как вам пришла идея первой съемки, вот именно контента, который вы сейчас выпускаете? Сейчас даже скажу. Это было, наверное, в декабре месяце под песню «Ленинграда», «Дороги». Тогда я еще не обладал определенными возможностями, не знал определенной программы. И это было очень жестко, но получилось что-то. Ну, вы сами это все снимали? Да, я сам редактирую, сам снимаю. Иногда людей даже прошу на улице, снимите меня, пожалуйста. Но люди нормально, адекватно относятся. Но вы планируете дальше как-то развивать контент? Или у вас будут только вот такие танцевальные? Вообще, как бы, в основном я делаю и проект «Живая статуя» периодически. Уже несколько раз выходил в наш город в «Живой статуе». Люди интересно смотрят со стороны. То есть, ну, да, разные контенты. То есть, не обязательно только танцевальные, но и песенки пою, периодически пробую. На баяне играю. Учился также в училище. У нас там был выбор. Либо кардион, либо баян, либо фортепиано. Я выбрал баян. Почему? Ну, баян, как бы, дедушка раньше играл на баяне. И, как бы, у меня это, баян более интересный. Есть ли у вас какие-нибудь хейтеры сталкивались с каким-то негативом на улицах? Ну, наверное, со стороны это будет смотреться странно, когда человек стоит без музыки и танцует. У людей в основном шок. То есть, часто выдаем вопрос, что там внутри. Там кофе, кофе. Просто и кофе. Не реклама. Кстати, вот, да, у вас всегда на всех видео заметна вот сумочка и стаканчик кофе. Просто очень много, когда двигаешься, хочется, нужно просто много энергии брать. Энергия берется из, ну, кофеин. Либо чай. Чаще всего кофе. Чай реже. У вас получается полностью здорово брожить? Не пьете, не пьете? Ну, курю, ну, как нормальный человек. А. То есть, со всеми временными привычками. Бывает. Сколько вот вы так шагов за день можете находить, натанцевать? Ну, вообще, в среднем, примерно, 32 километра в день проходится. Когда заказы больше... Когда заказы полные, если рабочий день, то 30-ка идет так. А по зарплате у вас это ваш основной зарплату? Да, это мой основной. Я думал, что вначале, сам не верил этому, потом понял, что это реально основная работа. То есть, как бы, ну, доход в неделю, если полный график 5-2, смена, если 12-13 часовая, ну, в среднем в неделю 12-15 тысяч. Это с чаевыми, плюс-минус. Ну, можно еще выше. Это статус у меня пеший. То есть, можно ставить другие статусы, тогда были совсем другие зарплаты. Но это не реклама. Какая-то у вас есть монетизация с ваших роликов? Может быть, там что-то на YouTube выкладываете? Я сталкивался с этим каждый раз, люди их запрашивают, вопросы эти задают. Кто-то выкладывает мои ролики, соответственно, куда-то там. Я пока еще никто не выкладывал. Ну, вообще, теоретически можно будет выкладывать, нужна команда. Чтобы этим заниматься, это как работа уже получается. То есть, это получается, да, две работы. То есть, и там, и там. Надо что-то тогда выбирать. Но пока вы не планируете, то есть... Нет, в общем, можно, но нужна команда. Ребята помогают. Очень много ребят есть, которые реально помогают. И советами, и кто-то музыку, кто-то идеи подкидывает. То есть, есть, конечно. В дальнейшем, вот, может, в ближайшие пару месяцев собираетесь команду уже набирать? Вообще, да. То есть, уже были разговоры, и разговаривал с людьми, соответственно, чтобы можно было выйти, соответственно. Пока это маленькая тайна. А вот сама служба Delivery вообще... Это не Delivery, это Сбермаркет. А, Сбермаркет. Как она вообще? Может, вам какие-то за это дополнительные деньги вам дает? Частый вопрос. Также, уже, кстати, частый вопрос. Нет? Нет? Нет. Вообще нет. Ну, потому что это как бы мы самые занятые. То есть, как бы, в принципе, я не нарушаю регламенты, соответственно. То есть, у меня с собой даже там сейчас плащик-палатка, там еще что-то, там еще что-то, соответственно. То есть, все, что согласно регламенту, то есть, я все делаю, соответственно. То есть, во время заказов, естественно, я не делаю свои, как правильно сейчас, перформансы, так называемые. В будущем вы планируете остаться как бы на этой работе или пойти куда-то дальше? Мне нравится работать курьером, при возможности нужно всегда расти выше, соответственно. Как бы мне нравится работа курьера. То есть, я работал до этого, был и ведущим инженером, и менеджером по продажам был. То есть, здесь мы самые занятые, мы сами себя выбираем себе работу, соответственно. То есть, день, неделя, выходные, то есть, все. То есть, я не завишу от кого-то, соответственно. То есть, чем больше хочу заработать денег, тем больше я выхожу на смену. Все. Если можно было работать до 4 часа, я работал до 4 часа. Сейчас большой наплыв? Наоборот, еще меньше стало. Раньше был этот момент, когда это видео выложили, у меня было примерно 550 тысяч просмотров на странице ВК, именно клипов, соответственно. Кто-то приходит, кто-то смотрит, соответственно. То есть, ну, друзья добавляются. А ведете, помимо ВК, там, ТикТок, может быть, Телеграм-канал какой-нибудь? Для этого нужна команда. Потому что времени очень мало. Нужно обработать видео, нужно правильно наложить звук, нужно правильно сделать соответственное. То есть, в любое видео делается, например, ну, я стараюсь с двух-трех дублей, но бывает, выходит 8 дублей, 10 дублей. А, то есть, вы не с первого дубля это все? Это не с первого дубля. Нет, ну, во время, когда, если ребята, которые стоят, поют, там уже с первого дубля. То есть, там дублей не может быть. А если те видео, которые, допустим, юморные, соответственно, какие-то, или, как мне кажется, они юморные. А вот, это курьер. Какой курьер? Курьер, вы заказывали заказ. Ничего не заказывали, молодой человек, вы ошиблись. Номер дома, это какой? 42-й? А, да, 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 заходите. Спасибо. То есть, там бывает, уходит дублей много. То есть, было видео с фонтаном, где была идея, у меня была идея, что фонтан выключается, я смотрю на нее, но фонтан почему-то то включался, то выключался, и пришлось мне там мокнуть, мокнуть, и я был мокрый весь, потом заболел. А вот вы говорили про ваш проект «Живая статуя». Ну да. По сколько вам приходится стоять вот так? Ну, сейчас скажу. Получается, пока намажешься специальным средством, ну, это час примерно уходит, но 2-3 часа. То есть, ну, можно больше, но сейчас будет жарко, поэтому не очень комминфо. Я пробовал, это очень жарко. А как вообще смывается вот эта краска? Водой. Водой? Как бы никаких трудностей? Нет, это аквагрим специальный. То есть, это всё продаётся в интернете, соответственно. Пробовал себя и краской простой, правда, пробовал, но это ужасно. Еле отнулся. Невыгодно. Я сучу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова